друзья всем привет поставьте пожалуйста плюсики если вы меня хорошо слышите и видите на канале двигатели дуйного плюсы вижу отлично ну что друзья это означает что сегодняшнюю трансляцию можно начинать сегодня у нас вторник и как и каждый вторник мы проводим презентацию инвестиционного проекта двигателя дуйного сегодня мы сделаем ровно то же самое зовут меня павел филиппов я являюсь руководителем направлении рекламы цели с общественностью компании solar group именно я для вас сегодняшнюю презентацию проведу расскажу все о нашем проекте о технологии совмещенных обмоток славянка ну и конечно у вас будет возможность задать свой вопрос поэтому пишите любые вопросы связанные с проектом в чат после презентации я на все эти вопросы отвечу но если вы еще не знаете что же такое двигатель дуйного или у вас есть друзья которые возможно об этом еще не знают присаживайтесь поудобнее обязательно прямо сейчас пригласите своих друзей коллег на эту трансляцию чтобы не была возможность ознакомиться с проектом из первых уст ну и конечно как говорится лайк репост данной трансляции приветствуется распространяйте трансляцию и все мы знаем что наш проект он народный и от каждого из нас зависит тот результат который мы имеем поэтому прошу не оставайтесь в пассивной позиции будьте активны ну а я перейду к самой презентации давайте для начала определимся что же такое проект двигателя дуйного проект двигателя дуйного это проект по продвижению технологий совмещенных обмоток славянка на мировом рынке эта технология уже сегодня позволяет команде нашего отечественного инженера-разработчика дмитра александрович дуйного проектировать электродвигатели нового поколения которые применяются самых разных электродвигателях самых разных направлений Нет, точнее, эти электродвигатели в самых разных направлениях применяются, как в электротранспорте, всем известном уже, так и в промышленности, в сельском хозяйстве, в авиации, в военной отрасли. И, конечно, для того, чтобы сделать из этого бизнес, было принято решение построить такое предприятие, в рамках которого это будет возможно, чтобы команда Дмитрия Александровича смогла проектировать самые разные электродвигатели для самых разных клиентов, зарабатывая на этом. И было принято решение построить инновационный центр Sowell Marsh, такое предприятие, где это станет возможным. Ну и, конечно, для такого бизнеса требуются инвестиции. В нашем случае эти инвестиции привлекаются методом краудинвестинга или так называемого народного финансирования, когда каждый из вас может в этом проекте поучаствовать, проинвестировать пассивную сумму средств для себя и, в общем-то, стать совладельцем того бизнеса, про который я сейчас буду рассказывать. Для начала мы поговорим о самой технологии, что она из себя представляет и, конечно же, говорить мы будем именно об электродвигателях, как вы уже, наверное, поняли. Электродвигатели мы используем абсолютно везде и промышленность, и сельское хозяйство, и электротранспорт, и везде в бытовой технике он у вас есть, и практически в любой военной технике, и в авиации. И, в общем-то, без электродвигателей нашу сегодняшнюю жизнь представить попросту невозможно. И дело в том, что 80% всех электродвигателей в мире – это асинхронные электродвигатели. Почему так получилось? Дело в том, что это наиболее простая, надежная и доступная электрическая машина, которая универсальна, и ее можно, в общем-то, использовать во всех необходимых направлениях. И если мы будем смотреть на конструкцию такого двигателя, мы увидим, что там есть так называемые обмотки, которые выполняются двумя методами. Это либо метод звезды, либо метод треугольника. Так было всегда, традиционно, и как раз-таки здесь и сделал инновацию. Можно даже сказать, совершил революцию Дмитрий Александрович Дуйнов. Дело в том, что ему удалось в одном электродвигателе совместить сразу обе таких обмотки – и звезду, и треугольник, совместив их параллельно. В итоге мы получили так называемую совмещенную обмотку «славянка», которая выделила электродвигатели Дуйнова среди аналогов, среди конкурентов. Давайте поговорим о том, какие же преимущества получают такие электродвигатели. Первое – это, конечно же, экономия электроэнергии. Дело в том, что такие электродвигатели экономят до 40% электроэнергии на фоне аналогов и конкурентов. Второе – это себестоимость. Такие электродвигатели используют на 30% меньшей меди и электротехнической стали, что, конечно же, серьезно влияет на итоговую цену такого изделия и на количество сырья, которое требуется для его изготовления. Третье – это надежность. Есть такой показатель, как сервис-фактор. Если у конкурентов сегодня он составляет 1,2-1,3, то у Дуйнов он составляет 2,5. В общем-то, в два раза выше – это говорит о том, что такие двигатели могут работать дольше, без каких-то ремонтов и дополнительного обслуживания, а также работать в больших перегрузках, и с ними также ничего не происходит. Есть другие более тонкие инженерные подробности, вы можете с ними ознакомиться на наших открытых источниках. Я же скажу еще об одной очень важной вещи, скажем даже так, о миссии, той технологии, о которой мы сегодня с вами говорим. И, конечно же, все мы живем на одной планете, и все сталкиваемся с одними и теми же проблемами. И сейчас я, конечно, говорю именно о проблемах окружающей среды и того вреда, который человечество в ходе своей жизнедеятельности наносит нашей экологии, нашей природе. Конечно, есть огромное количество факторов, которые наносят вред тому миру, в котором мы живем, но сегодня мы будем говорить про один из самых важных и самых пагубных факторов – это бесконтрольная выработка электроэнергии. Мы продолжаем вырабатывать все больше и больше количества электроэнергии, и в процессе такой деятельности мы сгрязняем воду, почву, воздух. У нас происходит изменение климата, который уже сегодня мы можем ощущать даже на себе, не будучи какими-то экспертами или увлекающимися в этой теме людьми. Дело в том, что большинство этой самой электроэнергии потребляют электродвигатели. Но понятно, что мы не можем сейчас от них отказаться и просто, скажем так, остановить прогресс. Поэтому сегодня самый главный тренд в экологии – это, конечно же, тренд энергосбережения. Это ответ на вопрос, а как же сделать так, чтобы двигателей было больше, чтобы они оставались мощными, но при этом потребляли меньшее количество электроэнергии. Для того, чтобы контролировать этот процесс, была введена так называемая шкала энергоэффективности, где Е1 – это минимальный показатель, Е4 – максимальный. Если мы посмотрим на те двигатели, которые сегодня работают по всему миру, в основном это электродвигатели класса Е1 и Е2, то есть самых низких классов, и в итоге мы имеем те проблемы, о которых я сейчас говорил. Дело в том, что технология совмещенных обмоток «Славянка» сегодня позволяет команде Дмитрия Александровича проектировать электродвигатели высших классов энергоэффективности Е3 и Е4. Это говорит о том, что такие электродвигатели вырабатывают то же количество, делают то же количество полезной работы или даже больше, но при этом потребляют гораздо меньше электроэнергии. Именно поэтому мы говорим, что это суперэффективные электродвигатели, что это электродвигатели нового поколения. Это не просто слова, это действительно можно подтвердить фактами. И именно технология совмещенных обмоток сегодня способна решить вот эти экологические проблемы. Конечно, сегодня и другие компании пытаются это сделать и пытаются приблизиться к тем результатам, которым сейчас пришел Дуинок, но на сегодняшний момент ни одна другая компания не может представить двигатель или технологию, которая была бы настолько же эффективной, двигатель сам, чтобы получался, и при этом такой же дешевый, компактный, компактный по габаритам. Иногда такие двигатели на порядок дороже, чем то, что делает Дуинок. И, конечно, сейчас нет сомнений, что именно та компания, которая сможет рынку предложить ту самую технологию, которая энергосберегающую технологию, которая будет дешево и доступна, та компания и станет новым лидером на рынке электродвигателей. И сегодня команда Sowellmash делает абсолютно все для того, чтобы именно наша компания и стала этим лидером. В общем-то, сейчас мы это и можем наблюдать в нашем проекте двигателей. Вполне возможно, у вас появляется вопрос, о чем же все это подтверждается. Конечно же, есть огромное количество доказательств и фактов. Давайте поговорим сначала о научной базе, которая стоит за проектом. Во-первых, это огромное количество патентов, которые вы можете найти на нашем официальном сайте, перепроверить их в независимых источниках. Все это для вас доступно. Второе – это исследования. Исследования над электродвигателями с технологией совмещенных обмоток проводились в самых разных уголках нашей планеты, как в России, так в Европе и в Азии. Это говорит о том, что, во-первых, такие исследования можно считать объективными и непредвзятыми. А во-вторых, все эти исследования доказали все то, о чем говорит команда Дмитрия Александровича. Эти двигатели действительно эффективны, и они действительно показывают именно те характеристики, про которые я говорил ранее. Это огромный плюс, и все это вы также можете найти в открытом доступе. Все эти исследования доступны к вам для изучения и для изучения полученных результатов. Но нельзя было бы сказать, что технология имеет какой-то завершенный вид, если бы не было огромного опыта практических применений этой технологии. И сейчас мы, конечно, такой опыт имеем, он очень широк. И еще давно команда Дмитрия Александровича в лице компании АСФП запустила так называемое направление лицензионных обмотчиков. Лицензионные обмотчики – это компании, либо физические лица, которые получили право на коммерческое использование той самой технологии совмещенных обмоток. В итоге они своим клиентам предлагали не просто отремонтировать двигатель, они предлагали этот двигатель модернизировать по технологии совмещенных обмоток. Когда клиент соглашался, лицензионные обмотчики получали деньги за свою услугу, а часть денег передавали в компанию АСФП, и клиент получал двигатель гораздо эффективнее того, что у него было. Почему я сейчас это говорю? Ну, во-первых, это показывает, что команда Дмитрия Александровича умеет не только заниматься инновациями, но и зарабатывать на своих инновациях, что для нас важно, особенно в нашем сегодняшнем коммерческом проекте. Второе – это, конечно, тот практический опыт с электродвигателями, с технологией совмещенных обмоток, которые мы получили. Дело в том, что вот этих лицензионных обмотчиков на сегодняшний день уже более ста по всему миру, и, конечно же, они на практике своей работы модернизировав десятки тысяч самых разных асинхронных электродвигателей, подтвердили эффективность технологий совмещенных обмоток. Это очень ценный опыт, который серьезно позволил не только заработать, но и продвинуть технологию вперед среди большого количества экспертов, людей, которые работают с электродвигателями. При всем при этом команда Дмитрия Александровича понимала, что для продвижения технологии в широкие массы, для того, чтобы о ней заговорило действительно большое количество людей, необходимы конечные продукты, где они бы смогли применить свои электродвигатели и продемонстрировать людям эффективность технологий. Таких разработок было много. И хочу я начать говорить именно об одной из самых известных – это мотор-колесо Дуйнова. Многие впервые узнают про технологию Дмитрия Александровича Дуйнова, именно слышав об этой разработке. Объяснение здесь достаточно простое, почему именно этот двигатель такой известный. Дело в том, что это первый в мире асинхронный электродвигатель, выполненный в виде мотор-колеса. Все остальное, что делают другие компании, особенно, которые производят в Китае сейчас эти электродвигатели, это двигатели, работающие на базе совершенной технологии, так называемые BLDC электродвигатели. Какие проблемы есть у этой технологии, у BLDC? Почему сейчас такое внимание именно к тому, что сделал Дуйнова? Дело в том, что в BLDC электродвигатели содержат в своей конструкции постоянные магниты. Постоянные магниты, в свою очередь, делаются из сырья, в том числе из редкоземельных металлов. И эти редкоземельные металлы добываются исключительно в Китае. Китай является монополистом на рынке этого сырья. И он, как монополист, год за годом, во-первых, повышает цену на это сырье, поднимает цену конечного изделия двигателя в итоге. Так еще он и запретил вывоз этого сырья из страны. И вам, допустим, как производителю электротранспорта, необходимо не только... Вы не можете, точнее, сделать нам отечественное производство или еще что-то. Вам необходимо либо купить готовые изделия на территории Китая и привезти его в свою страну, либо построить завод на территории Китая. То есть это гораздо дороже, это гораздо сложнее, это зависимость целых отраслей экономики от Китая. Более того, уже сегодня Китай не может предпочить здесь необходимый спрос, потому что те же редкоземельные металлы достаточно дефицитны, и они используются далеко не только в таких электродвигателях. Поэтому все большее количество разработчиков сегодня, все большее количество различных компаний, вернее сказать, все большее обращают внимание на разработку Дмитрия Александровича Булинова. Дело в том, что она лишена всех этих недостатков. Основными компонентами являются техническая сталь и медь, и это дешевые компоненты, которые добываются много в каких странах, и организовать отечественное производство тоже, или какое-то локальное небольшое предприятие, достаточно просто. Поэтому, ну и дешево, потому что других компонентов нет. Поэтому сейчас такое внимание к этому двигателю. Но, конечно, нельзя говорить, что только дешевизной он смог удивить большое количество людей. Конечно, есть и другие важные параметры, например, такие, как надежность, и асинхронные электродвигатели, они, в принципе, самые надежные в мире, и мотор-колесо здесь не исключение. Если мы будем говорить про характеристики, мы можем обратить внимание, что если мы возьмем два одинаковых двигателя, один двигатель – это мотор-колесо Буинова, второй электродвигатель – это будет такой же, ну, с виду, да, но Билл-Диси, и если у Билл-Диси в таком случае мощность будет где-то 2-3 киловатта, то у Буинова эта мощность будет около 20 киловатт, что очень и очень существенная разница. Таких мотор-колесо разработана уже целая линейка. Это и мотор-колесо для велосипеда, и для электробайка, и, конечно же, для электроавтомобиля, что снова очень серьезно расширяет возможности такого двигателя в коммерческом направлении. При всем при этом это только один двигатель, который был разработан компанией Дмитрия Исаныча, да, и, конечно же, были и более традиционные электродвигатели для электротранспорта. Если продолжать говорить про электроавтомобили, то это и Рено Твизи, и Рено Кангу – это автомобили, которые также оборудованы электродвигателями с технологией совмещенных обмоток, уже не мотор-колеса, я уже сказал, что, опять-таки, очень благоприятно сказалось на их характеристиках. Третье – это, что я хотел бы рассказать, это, конечно, общественный транспорт. В частности, такой электродвигатель был установлен в троллейбус, и после такой модернизации троллейбус стал не только динамичнее, но и экономичнее своего предшественника. Третье – это, четвертое уже, да, получается, это такой, скажем так, раздел, как электровозы, и именно в один из таких электровозов был установлен электродвигатель с совмещенными обмотками. Если до того, как в него был установлен такой двигатель, он тянул 5 вагонов с грузом, после установки электродвигателя с совмещенными обмотками он тянул уже 11 вагонов с грузом. То есть мощность выросла более чем в два раза. Сегодня, благодаря нашему партнеру Виктору Арестову, мы имеем уже серийное производство различных модернизированных по технологии совмещенных обмоток электродвигателей. И сегодня это открывает просто невероятные возможности для самого разного электротранспорта. И сейчас разрабатываются и электроавтомобили с, скажем так, автономного типа, да, когда есть солнечные панели и наши электродвигатели. И различное количество других проектов все стало возможным благодаря вот этому серийному производству. При этом вы сегодня можете как купить этот электродвигатель, возможно, даже какой-то свой проект сделать, возможно, работать как дилеры по продаже двигателей с совмещенными обмотками, или же приобрести готовую технику с двигателями с совмещенными обмотками. Поэтому это уже реальность, вы можете это испытать на себе, поэтому, как говорится, добро пожаловать. Конечно же, разработки были в других областях, в общепромышленных электродвигателях и не только. Но я вот рассказываю в основном про электротранспорт, потому что людям это понятно и наглядно, да, как говорится. Вот этот вот путь, который там минут за 15-20 я вам описал, конечно же, команда проходила долгие-долгие годы. И с 1995 года, когда впервые технология была успешно на практике применена, дальнейшее получение патентов, и проведение исследований, и создание первых электродвигателей, все это было создано исключительно на деньги, на собственные деньги, без привлечения каких-либо инвестиций. И в тот момент, когда стало ясно, что технология уже имеет завершенный вид, что она не нуждается в каких-то доработках, и что самое важное, у Дмитрия Александровича Дуинового есть огромное количество потенциальных клиентов, которые готовы заказать разработку того или иного электродвигателя, стало ясно, что настало время технологию коммерциализировать. И было принято решение о строительстве инновационного центра предприятия, в рамках которого такая работа станет возможной. То есть там команда Дмитрия Александровича сможет проектировать самые разные электродвигатели для самых разных клиентов, и это инновационный и, главное, для многих прибыльный, интересный бизнес. Конечно, для такого бизнеса необходимы инвестиции, и такие инвестиции для начала предлагались, и были попытки привлечь от крупного инвестора, как, в принципе, делается достаточно часто, в таких проектах не только, но с крупными инвесторами договориться не получилось. Дело здесь не в том, что никто не хотел давать инвестиции, инвестиции как раз были готовы дать, но скорее Дмитрий Александрович не хотел их брать на тех условиях, на которых их предлагают в таких случаях. Обычно, когда проект находится на начальной стадии, когда еще, скажем так, компания только начинает что-то делать, инвесторы предлагают инвестировать не на партнерских условиях, а именно на условиях выкупа компании, выкупа технологии, и, по большому счету, разработчики остаются уже в роли топ-менеджмента или какого-то генерального директора. На это Дмитрий Александрович не пошел. То есть продавать технологию, продавать компанию он не хотел, он хотел сдавать это сам. Также были предложения реализовать проект за рубежом, но от этого идеи тоже отказались по ряду идеологических причин, а также с отражением причин безопасности. При всем при этом было видно, что в интернете уже большое количество людей знает о технологии совмещенных обмоток, и они были готовы поддержать начинание Дмитрия Александровича, помочь развитию технологии хоть как, хоть кто как может. Было видно, что очень много людей готовы поддержать то, что делает Дмитрий Александрович. При этом, видя, что в мире сейчас очень активно развивается краудинвестинг, очень активно развивается направление этих коллективных инвестиций, было принято решение как раз таки и привлечь те самые инвестиции от тех людей, которые уже сейчас проект поддерживают, потому что огромное количество людей хотели дать денег да хоть просто так, лишь бы Дмитрия Александровичу все получилось. В итоге был запущен такой инвестиционный проект двигателя Дуинова, и в рамках этого проекта как раз таки Дмитрий Александрович сказал, что будет построен тот самый инновационный центр по разработке самых эффективных электродвигателей на базе технологий совмещенных обмоток. Сегодня мы видим, что это сработало. Огромное количество людей поддержало, огромное количество людей проинвестировали деньги в этот проект. И давайте разберемся, что же конкретно, почему люди решили в этом участвовать, что конкретно собирается сделать Дмитрий Александрович, как на этом зарабатывать, и как вы сейчас уже можете также стать участником этого инвестиционного проекта. Как я уже сказал, это будет инновационный центр. Важно понимать, что это будет не завод в классическом понимании. Основная прибыль здесь будет идти именно с разработки и спроектирования разных электродвигателей с технологией совмещенных обмоток. Такие электродвигатели могут быть созданы абсолютно для любого клиента и для любой сферы применения, которому клиенту это необходимо. Это, как я уже говорил, может быть и производитель электротранспорта, и какой-то промышленный сектор, и военная отрасль. Они все смогут обратиться в Совалмаш и заказать разработку того или иного электродвигателя. Давайте предположим, что в Совалмаш обращается автопроизводитель, который собирается выпустить свой новый электроавтомобиль. Конечно, для такого электроавтомобиля ему нужен электродвигатель. Он обращается в Совалмаш, передает так называемое техническое задание. Оно из себя представляет, что просто, условно говоря, да, список того, что ему требуется, какие характеристики, какого там габаритов должен быть, какие цели выполнять и так далее. Команда Совалмаш такой двигатель проектирует, выстраивает систему серийного производства такого электродвигателя. И затем уже эту документацию передает за клиент. Клиент же уже на своих мощностях или мощностях партнеров производит необходимое ему количество электродвигателей либо единоразово, либо на постоянной основе. Теперь этот двигатель принадлежит ему. И производит он он самостоятельно. Совалмаш берет деньги именно за разработку электродвигателя. Сейчас такие услуги в мире в целом очень популярны. И существует не одно конструкторское бюро, которое занимается подобной деятельностью. Но компания Совалмаш сможет проектировать электродвигатели нового поколения с технологией совмещенных обморок слоганков, при этом беря за свои услуги те же деньги, что сейчас берут конкуренты. Это является невероятным, конечно же, конкурентным преимуществом. Именно поэтому сейчас такое огромное количество потенциальных клиентов обращают внимание на наш проект и постоянно, Дмитрий Александрович, различные переговоры с ними проводят. Если говорить про то, сколько такое может стоить, сколько можно на этом вообще зарабатывать. Разработка одного электродвигателя в среднем стоит около 50 миллионов долларов. Конечно, может быть, это разная цена, и 20, и 100, в зависимости от сложности разработки. И таких разработок Совалмаш сможет сделать от одной до трех. Самое интересное, что до 70% в этом бизнесе составляет маржинальность. Это говорит о том, что таким бизнесом заниматься очень даже выгодно, очень даже прибыльно. Ну а для инвесторов это означает, что это очень интересное направление для инвестирования. Давайте разберемся, как же вы можете стать совладельцем этого предприятия и как на этом возможно заработать. Как я уже говорил, инвестиции привлекаются методом краудинвестинга. Это означает, что каждый из вас может проинвестировать пассивную для себя сумму в проект, минимальная инвестиция у нас от 50 долларов. Даже проинвестировав 50 долларов, вы уже становитесь совладельцем инновационного центра Совалмаш. И, в общем-то, как говорится, в том числе и можете рассчитывать на прибыль от этого предприятия в рамках акционерного общества. Сейчас, на данный момент, вы за свои инвестиции получаете инвестиционные доли. Конечно же, все обязательства фиксируются в виде договора инвестирования и сертификата. В сертификате указано, какое количество долей принадлежит именно вам. Эти документы вы можете получить как в электронном виде в личном кабинете, так и заказав их бумажным в виде с мокрыми печати. Инвестиционные доли, которые вы можете приобрести, продаются для вашего удобства в виде так называемых инвестиционных пакетов. Инвестиционный пакет это определенное количество инвестиционных долей, то есть такой набор, который имеет определенную стоимость. Например, пакет стоимостью 2000 долларов содержит 100 тысяч инвестиционных долей. Получается, инвестируя в проект 2000 долларов, вы получаете ровно 100 тысяч долей. Конечно, цена, скажем так, если пересчитывать, сколько стоит одна доля, цена, конечно же, тоже бывает разной. Зависит она от двух составляющих. Первое, это размер самого инвестиционного пакета. Как говорится, оптом дешевле, поэтому чем больше пакет вы выбираете, тем дешевле для вас получается каждая отдельно взятая доля. Второе, конечно же, это тот этап, когда вы инвестируете. Дело в том, что наш проект, выполнение, реализация нашего проекта разбита на 20 этапов. С каждым этапом мы решаем определенные задачи и, соответственно, приближаемся к завершению финансирования проекта. Сегодня мы находимся на 14 этапе и приобрести инвестиционные пакеты вы можете на условиях 14 этапа. Это говорит о том, что, например, если сейчас заплатив 2 тысячи долларов вы можете получить 100 тысяч долей, то, например, на 15 этапе, заплатив те же 2 тысячи долларов, вы сможете получить всего лишь 90 тысяч долей. Это объясняется тем, что чем ближе мы к завершению проекта, тем у вас, как у инвесторов, рисков меньше. Поэтому те, кто инвестирует сейчас, они рискуют больше, чем те, кто будет инвестировать потом. Соответственно, и условия инвестиционные у них выгоднее, чтобы ваш риск и потенциальная доходность были, как говорится, баланс. Зайдя в личный кабинет, вы можете выбрать интересующий вас инвестиционный пакет. Каждый может найти тот пакет, который подходит именно ему. И, конечно же, самое интересное, что вы можете выплачивать ваш инвестиционный пакет в просрочку, то есть заплатив, допустим, не 2 тысячи долларов единоразово, а выплачивать по 100 долларов в месяц на протяжении 20 месяцев, в итоге выплатив всю сумму в 2 тысячи долларов. Просрочками пользуется большое количество инвесторов, вы также сможете этой возможности воспользоваться. Наверное, у вас появляется один вопрос. Хорошо, я приобрел инвестиционные доли, что же с ними делать, как на этом заработать? Дело в том, что после завершения финансирования ваши инвестиционные доли будут обменены на акции компании SovalMash. С того момента вы станете полноценным совладельцем и акционером компании SovalMash со всеми вытекающими привилегиями. Я думаю, как заработать на акциях вам уже более понятно, поскольку акции это одно из самых популярных инвестиционных направлений в мире, но все же давайте об этом поговорим. В акциях традиционно есть два способа. Первый способ это продать свои акции дороже, чем вы их приобрели. Второе, это получать дивиденды на свою долю, как некий пассивный доход. Как у вас будет возможность реализовать первый способ продать свои акции дороже? Дело в том, что сейчас, как я уже говорил, вы покупаете долю в компании с большим дисконтом. То есть сейчас вы получаете долю в компании со скидкой. Скидка, как я уже объяснял, зависит от того этапа, когда вы зашли в проект, и от объема выбранного инвестиционного пакета. После того, как ваши доли будут обменены на акции, компания SovelMash планирует провести IPO. IPO – это выход компании на фондовый рынок, и в процессе такой процедуры вы сможете продать свои акции и заработать с помощью такого спекулятивного заработка. Купил дешевле, продал дороже. Все достаточно понятно. Вообще, подобные инвестиции достаточно тоже известны, и, например, это можно сравнить с инвестициями в стартапы, когда вы покупаете долю в компании, когда о ней еще никто не знает, и продаете тогда, когда уже все о ней говорят, ее продукция пользуется на рынке. Сегодня у вас есть такая же возможность. Второе – это дивиденды. Конечно, вы можете не продавать свою долю в компании, и тогда вы, как акционер, имеете право на получение дивидендов. 50% всей той прибыли, что будет распределяться на дивиденды, будет распределяться между всеми инвесторами. Это говорит о том, что вы, как инвестор, также сможете получать часть этих дивидендов в зависимости от количества приобретенных сегодня инвестиционных долей, и сейчас весь этот проект, конечно же, делается для того, чтобы каждый инвестор мог эти дивиденды на себя ощущать, чтобы это была приличная сумма, несмотря от той инвестиции, которую вы сделаете, и чтобы каждый человек смог получать пассивный доход как часть от прибыли компании Sovel March. Причем вы можете комбинировать эти способы, можете часть акций продать, часть оставить, на них получать дивиденды, причем если вы акции оставите, они также будут дорожать, потому что акции любой успешной компании всегда имеют тенденцию к росту, и я думаю, многие из вас задумывались, почему я когда-то не купил акции компании Google, в 90-х годах, время мы вернуть не можем, но сейчас мы можем находить те самые компании, которые могут стать теми самыми гигантами через 20-30 лет, когда ваша доля уже может вырасти в тысячи раз, что показывает примеры с огромным количеством компаний. Сейчас мы видим, что эта идея сильно откликается у людей, поскольку наш проект развивается очень динамично, сейчас мы присутствуем уже в более чем 100 странах, в личном кабинете зарегистрировано больше 250 тысяч человек, новый инвестор приходит каждый день, мы открываем официальные национальные представительства во многих странах, и сейчас уже больше 10, там наш проект продвигается, скажем так, особенно динамично, особенно большое количество людей именно из тех регионов. Благодаря вот этой вот поддержке мы реализовали уже огромное количество первостепенных задач, например, была создана лаборатория, опытный участок, литейный участок, намодочный цех, это те мощности, где уже сегодня работают сотрудники СОВЛ МАШ, где они работают на благо инвесторов, на благо компании, где разрабатываются новые электродвигатели с технологией совмещенных обмоток, модернизируются, сама технология улучшается, мы уже можем на опытном участке выпускать собственные опытные партии электродвигателей с совмещенными обмотками, и вся эта работа, она нужна для того, чтобы не проводить ее потом уже на самом инновационном центре, такая подготовительная работа, многие процессы оттачиваются, это позволит компании после запуска инновационного центра сразу начать работать с клиентами, что, конечно же, важно для всех инвесторов, потому что это влияет на скорость получения первой прибыли. также это очень важно, потому что мы имеем возможность уже проводить полноценные переговоры с нашими потенциальными клиентами, чтобы снова-таки начать с ними работать сразу после запуска предприятий уже по коммерческой составляющей, по разработке для них каких-то видов электродвигателей. Много параллельных процессов там происходит, например, те же получения периодически, мы это видим в новостях, получения новых и новых патентов, что также увеличивает интеллектуальную собственность компании, что очень-очень важно в современном мире. Но основной целью, конечно, не в случайном месте будем строиться на территории особой экономической зоны Технополис Москва. Это такая государственная территория, которую наше государство создает для поддержки подобных инновационных проектов, таких как, например, наш проект. И мы стали резидентами этой особой экономической зоны, что дает нам огромное количество преимуществ. Во-первых, это земля для строительства нашего инновационного центра, которое получено для нас бесплатно. Можем уже ее пользоваться. Второе, это налоговые льготы, которые мы получили. Мы можем совершенно легально не платить часть налогов, что позволит нашему предприятию более активно стартовать, и это для любого бизнеса, конечно, полезно. Третье, это инфраструктура, которой мы можем пользоваться, этой дороги, железнодорожные пути, линии электропередач. Все это в нашем распоряжении, и мы, конечно, сами это уже не строим, и также опять на этом экономим, и это огромное преимущество. Третье, это кадры и вообще внимание к саму Технополис Москва. Огромное количество компаний смотрит на те предприятия, что там размещены, это наши потенциальные клиенты в будущем, а также Технополис сотрудничает с огромным количеством ведущих вузов, и мы благодаря этому сможем набирать на работу лучших специалистов, которые как раз-таки и должны работать на подобных предприятиях наших. После того, как мы стали резидентами, нас впереди ждала очень большая работа, подготовительная к самому строительству, которая на сегодняшний момент уже можно сказать завершена. Что было сделано? Это и выбор генерального подрядчика, и подготовка участка к строительству, и, конечно же, уже прохождение всех необходимых экспертиз, когда различные обзорные органы должны были допустить, ну или не допустить, нас к строительству. Сейчас мы можем сказать, что мы все это прошли, это и Новороспотребнадзор, в том числе и государственная экспертиза. Поскольку мы это все прошли, мы можем смело говорить, что наше предприятие соответствует абсолютно всем нормам и законам Российской Федерации, что, конечно, очень радует. И 15 октября мы уже официально получили разрешение на строительство инновационного центра. Получается, месяц назад это произошло, с чем я еще раз поздравляю всех инвесторов и партнеров. При этом уже летом мы начали строительство временных сооружений. Это строительный городок, различные готовки, погрузные пункты, временные дороги, в общем-то все, что нужно для ведения строительства. Строительный городок уже завершен, временные дороги вокруг самой площадки доделываются, достраиваются и в скором времени мы уже сможем приступить к основным строительным работам. По плану генерального подрядчика нашего компании Хака Москов уже в этом году, в 2020 мы уже начали начать строить фундамент. В 2021 году это будет основной год строительных работ и уже в 2022 году мы должны ввести в эксплуатацию предприятие SolarMash. Пока что у нас все по плану. Я надеюсь, что ничто не вмешается в наши временные сроки, хотя опять-таки график работ предварительный, нужно это понимать. Сейчас очень много различных факторов, которые могут вмешаться, в том числе даже тоже коронавирус. Но надеюсь, что в этот раз строительство останавливать не будут, но даже если это произойдет, конечно, серьезно как-то это на проект повлиять уже не может, потому что все вот эти бюрократические барьеры нами пройдены и максимум, что может произойти, это что мы затянем какие-то сроки, на несколько месяцев позже запустимся. Но я думаю, что здесь ничего страшного и переживать по этому поводу тоже нет. Вся команда будет работать над тем, чтобы все получилось срок. Так что, друзья, совсем скоро, я думаю, мы уже увидим, как будет кладь фундамент, строятся стены, заводится первое оборудование. Я вас всех с ним официально еще раз поздравляю. Ну а те, кто еще не с нами в проекте, друзья, у вас действительно остается не так много времени, чтобы поучаствовать в нашем инвестиционном проекте. И несмотря на то, что проект действительно выходит на финишную прямую, у вас такая возможность еще есть. Сейчас вы можете сделать это по условиям 14-го инвестиционного этапа, с которым вы можете ознакомиться в личном кабинете или же обратиться в техническую поддержку, они также вам все объяснят. Ну и ждать вопросы здесь, я также буду рад ответить. Говоря о том, вообще нужно ли человеку в жизни такая вещь, как инвестирование, знаете, ну инвестиции точно нужны, потому что инвестиции это ваша возможность как-то влиять на свою жизнь, не надеяться, ни на кого не сваливать ответственность, и тем более сейчас есть все для того, чтобы свою финансовую грамотность повысить, для того, чтобы вы узнали обо всех финансовых инструментах, вы, в общем-то, имели возможность в них поучаствовать. Если же говорить про краудинвестинг, то, конечно же, сегодня это одно из самых быстро развивающихся инвестиционных направлений в мире. Проектов становится больше, мы же на этом рынке уже проект заметный, нас уже многие знают, и мы именно те люди, которые, в общем-то, сделали все то, про что говорили. Поэтому наш проект как один из лидеров краудинвестингового движения, по крайней мере, в России, конечно же, стоит рассмотреть. И сегодня краудинвестинг уже есть у всех людей, которые так или иначе занимаются какими-то инвестициями. Так что, друзья, присоединяйтесь, разбирайтесь в проекте, задавайте вопросы, если что-то непонятно, ну, а я к самим вопросам и перейду. Давайте так, чуть-чуть я только подвину камеру свою, чтобы дотянуться до ваших вопросов. Так, когда будет готова смета? У меня ответа на этот вопрос нет. Пока смету ждем. Дмитрий Александрович сказал, что скоро это будет, но точную дату не называл, поэтому я тоже здесь прокомментировать это не смогу как-то прям однозначно. Про биржу что скажете? Или все это всего лишь обман? Ну, смотря какая биржа вас интересует. Если вас интересует внутренняя биржа, то, в общем-то, ответ он всегда один и здесь ничего не менялось. Внутренняя биржа будет запущена после завершения финансирования. Если же мы говорим о том об IPO, то здесь также все понятно. Сейчас по предварительному плану это намечено на 2025 год, но точно будет понятно после запуска предприятия, потому что, опять-таки, могут быть какие-то проволочки со строй, с водонексплотацией и так далее. Надеемся, что этого не будет, но сейчас точно заявлять день и так далее, это, конечно, в реалиях сегодняшнего мира, в котором мы находимся, было бы слишком, скажем так, это была попытка выдать бы желаемое за действительное. Конечно, скажем так, я могу вам все что угодно сказать, понимаете. Хотите, скажу так, хотите так, но я этого не делаю, я говорю так, как оно есть. Вот, реальность, она такая. Здравствуйте, сколько всего долей в итоге в проекте, почему вы это скрываете? Илья, ну, не то, что мы это скрываем, эта цифра называлась неоднократно, просто дело в том, что она не имеет какого-то большого решающего значения и она, скажем так, не имеет решающего значения относительно того, сколько долей будет подано в итоге. Потому что мы говорили о том, что доли, точное количество долей почитать невозможно, при этом сейчас объявлять какие-то цифры, ну, говорю, это просто информация ради информации, просто для интереса. но никакого, скажем так, их преимуществ, зная об этом, вам это им не даст, никому не даст. Поэтому эта информация изначально говорила, что будет озвучена после завершения финансирования. Примерно так. Скажите, почему в интернете столько негативных отзывов у вас? Ну, Илья, я могу так сказать, информации много самых разных. Есть огромное количество положительной информации и ее 99%. Но есть один процент, конечно же, людей, которые недовольны чем-то, или которые хотят, скажем так, похайповать или получить какую-то известность на популярном проекте или на какой-то популярной личности. Мы здесь не исключение. Вот если вы возьмете любую известную личность, какая на ней была бы гениальная. Вы найдете огромное количество информации, что он был плохим, что вообще, что все, что он не такой, как вы думали и так далее. А найдете, с другой стороны, также кучу положительной информации, потому что сколько людей, столько и оценок. И про любого, про любого известного человека, я вам обещаю, вы найдете всегда огромное количество информации, и хорошей, и плохой. Вопрос только в вашем запросе. Понимаете? Если вы напишете там Петя Иванов разоблачение, то увидите про него, какой он плохой человек. А если вы ведете там достижения, увидите, какой он прекрасный человек. Вопрос, что вы видите, вот и все. Поэтому о том, что негативных отзывов много, ну, я так не считаю, я считаю, что да, есть какой-то определенный процент, потому что без этого просто невозможно. Люди зарабатывают на этом популярность, известность, вы можете посмотреть, что какие вот самые популярные каналы, точнее, не только, конечно, такие, но большинство каналов, большинство каналов, в том числе на Ютубе, они в целом на неком негативе взращиваются. То есть, когда что-то там, кого-то, кого-то обзывают, да, какие-то плохие вещи, говорят про события, про проект, тот не прав, тот вообще ненормальный и так далее. То есть, почему так делается? Потому что людям это интереснее смотреть, как говорится, интриги, скандалы, расследования. Это интересно людям. Вот знаете, иногда люди говорят, телевизор отупляет, но на самом деле, понимаете, в чем дело? Телевизору нет смысла вас отуплять. Телевизору есть смысл, чтобы вы его смотрели. Поэтому телевизор старается сделать так, чтобы вы его смотрели. Поэтому показывают тупые шоу, показывают новости, где кого-то убили, там, и так далее. И вы посмотрели, и думаете, блин, как все плохо, да, у нас, как у нас тяжело живется. А почему не показывают, что все хорошо? Потому что людям это неинтересно. Но люди меньше на это смотрят, меньше обращают, потому что это опасность, и ты должен обязательно это узнать поподробнее. Вот, поэтому... Так, не пойму. А, вот, у меня интернет пропал. Думал, отрубился трансляция. Мост так устроен, в общем-то. Поэтому людям, в общем, если коротко, еще раз, людям интереснее смотреть негатив, поэтому его нам показывают абсолютно везде, и на ютубе его много, во всех разделах интернета, и по телевизору, где угодно. Люди, другие понимая, они на этом негативе начинают зарабатывать деньги. Прикапываясь к людям, к проектам, и так далее. То есть, я сейчас говорю не про нашу, говорю в целом. То же самое происходит с нашим проектом. Если вы ведете, посмотрите, какое количество людей нами интересуется, то когда блогер какой-то про нашу что-то пишет, начинает интересоваться им. Понимаете? Вот как бы и все. Ну а так всегда есть разное мнение. Когда будет переход на 15 этап? Переход на 15 этап будет объявлено об этом в течение недели этой. Будет дата. Монте пишет. Не надо обращать внимание на негативные отзывы. Да дело не в том, что надо, не надо обращать внимание. Человек всегда найдет то, что ищет. Вот если вы хотите найти негативную информацию о чем-то, вы ее найдете. Вы хотите положить, но вы ее тоже найдете. Понимаете? На одном поле все летают, и, как говорится, и мухи, и пчелы. Пчелы на поле находят сладкий мед, садятся на эти цветочки, а мухи, сами знаете, на что прилетают. Хотя все вроде в одном поле летают, и у всех одни и те же возможности. Ну, как говорится, что у тебя в голове, то ты и ищешь. Сколько всего продано моторов по технологии славянка за всю историю? Честно, такой информации нет, но это огромнейшее количество. Если говорить даже про модернизированные двигатели, то есть десятки тысяч электродвигателей, это очень большое количество. Если говорить про Арестова, честно сказать, я не знаю, сколько он сейчас продал, не интересовался. Можно вы спросите, он вебинар позвать, и он продает достаточно много двигателей. Павел, до сих пор нельзя позвонить с сайтом. Мы над этим работаем, можно будет позвонить, но скоро будет новый сайт, там этот функционал будет. Как вы думаете, являются ли все инвесторы частью комьюнити проекта двигателя Дуинова, если от этого пользуются для проекта? Ну, смотрите, вообще в жизни как? В любом социуме большинство людей, они более пассивно занимают позицию. То же самое там про предприниматели. Все люди не могут быть предпринимателями, потому что большинство людей меньше амбиции, меньше каких-то желаний и так далее. Это в любом обществе так, что есть какие-то самые яркие их представители. То же самое в нашем проекте на самом деле. Если взять, что у нас там 250 тысяч участников, ну, конечно, активных из них мало. Причем участники все живые. То есть мы никогда не занимались никаким увеличением цифр, никаких пустых регистраций. Все реальные люди. Но, как и в любом социуме, там несколько процентов людей реально проявляют активность. там реально на вебинарах ходят еще что-то. Но если взять это от всех, от всех. Поэтому они, да, являются комьюнити. Конечно, они наши участники и так далее. Они нас поддержат, если нужно будет, там где-то хорошее слово про нас скажут. Но не очень активно. Польза от этого все равно есть, потому что где-то люди друг другу разговаривают, где-то передают какую-то информацию. От активных инвесторов, конечно же, пользы больше. Это несомненно. Тем более вот партнеров, которые ежедневно работают над тем, чтобы проект развивался. У нас сейчас партнеров, я, честно, последние данные не помню, но там партнеров у нас около 15 тысяч, да, то есть это те люди, которые что-то зарабатывают по партнерской программе. И они, люди эти, работают по всему миру. И, конечно, это вот самый, наверное, ценный актив, да, потому что для проекта вот партнерская программа, это, в принципе, один из таких самых основных методов продвижения и маркетинга. да, конечно, это комьюнити, это очень важно. Я всегда говорю, что от каждого участника все, многое зависит. И я рассказывал истории, когда люди просто делали репосты, казалось бы, да, сделать репост. люди говорят, ну, а что делать, смысл в каком, я мало друзей. А кто-то берет и делает. И там 10 человек сделали репост. У одного там какой-нибудь пришел опытный партнер и потом там свою структуру в тысячу человек привел. Никогда не знаешь, откуда, да, где именно ты можешь найти какого-то активного участника в проект. Вот, поэтому я и говорю, что все должны проявлять активность, потому что если все постоянно будут ставить лайки, даже те же репосты, это простейшая вещь, да, но она позволит в итоге проекту продвинуться быстрее и эффективнее завершить то, что мы сами делаем. Поэтому, конечно, нужно быть сплоченными. Порубочный лист получили? Насколько я знаю, еще нет, но в скором времени. Может быть, завтра даже, не завтра, да, послезавтра, в четверг Александр Сударев будет выступать на экспертном времени, возможно, об этом что-то расскажет. Пока у меня нет информации. Что передали. Так, сколько продлится акция? Владимир, не совсем понимаю, про какую акцию вы говорите. Так, если в среднем этапе длится 3-4 месяца, то финансирование закончится не раньше, чем через полтора-два года, и внутренняя биржа будет вообще не нужна. Как вы думаете? Так, и что будет? Андрей, смотрите, ну, во-первых, были случаи, когда он перескателен через этап, это раз, поэтому эти же этапы может закончить раньше, что мы и планируем сделать, поэтому столько проекта длится не будет, это раз. Ну, в общем-то, исходя из этого, и второй вопрос, то, что внутренняя биржа будет не нужна, думаю, уже не актуально. Поэтому закончим, конечно, быстрее. А что будет после 20-го этапа? После 20-го этапа, ну, смотрите, текущий проект, он, естественно, будет завершен, и предприятие Sowellmash начнет работу, все, здесь инвесторы уже станут акционерами, скажем так, инвестиции сюда уже привлекать уже не будет нужно, но Дмитрий Александрович говорил о том, что готовятся, и есть идеи для следующих проектов, в том числе и по расширению Sowellmash, и для строительства различных заводов в предприятии, поэтому это вот эти новые проекты, они могут быть созданы, если люди это поддержат, если будут желающие, поэтому, ну, если говорить конкретно про Sowellmash, то, ну, что, работать, да, в предприятии, все делать для того, чтобы предприятие начало приносить своим инвесторам прибыль, и именно это и будет происходить. Так, про акцию, новый пакет по текущему дисконту. Владимир, акция не краткосрочная, я могу так сказать, то есть, если вы переживаете, что вы не успеете ей воспользоваться, мы планируем, что она будет долгая, поэтому, когда закончится, не знаю, скорее всего, ну, там, не ближайший месяц, да, поэтому, пользуйтесь, когда у вас будет такая возможность. Мы, конечно же, заранее об этом предупредим, то есть, не будет такого, что в один день все выключим. Если кто-то не понимает, о чем я говорю, то это, конечно же, я говорю о том, что сегодня у каждого инвестора, который платит рассрочку, есть возможность взять второй инвестиционный пакет по тому же дисконту, по которому вы платите текущую рассрочку. Более того, вы можете сделать то же самое в течение месяца, после того, как вы закончили действующую рассрочку платить. То есть, сейчас у вас есть возможность оплатить рассрочку полностью и в течение месяца начать новую рассрочку, опять ее платить, и для вас это выгодно, потому что за вами сохраняется тот дисконт, по которому вы платили первый. И получается для вас выгодно платить пакет за пакетом, если вы хотите получить максимальную выгоду от участия в проекте. Также, друзья, помните, что до конца 14 этапа у вас есть возможность восстановить свою отмененную рассрочку на выгодных условиях. То есть, в общем-то, на никаких дополнительных условиях, я бы сказал, даже здесь уже не нужно. То есть, вы можете найти свою отмененную рассрочку, нажать кнопочку «Восстановить», оплатить один платеж по рассрочке, и дальше ваш график платежей будет скорректирован. Поэтому, если у вас есть отмененные рассрочки, то вы сейчас можете их восстановить и продолжить спокойно платить. Скорее всего, это последняя подобная возможность в нашем проекте, поэтому обязательно пользуйтесь ею. И все есть в личном кабинете. Найдете, там уведомление большое висит, или уже обращаете техподдержку. Они помогут вам в этом разобраться. Из-за пандемии можно возобновить платежи. А я исправно закрывал пакет, но из-за финансов не смог расширить. Можно ли нам возможность расширить пакет? Геннадий, ну, смотрите, пока по увеличению пакета, скорее всего, пока что, по крайней мере, функционал возвращать не будем. Пока здесь какого-то положительного решения нет. Когда конец двадцатого этапа по плану? Смотрите, ну, двадцатый этап, это тут речь, наверное, про завершение финансирования в целом. Точные сроки мы можем назвать, когда Дмитрий Александрович скорректирует смету. Поэтому ждем этой информации. Павел, в Испании представительство открыли? Есть. Нет, в Испании, насколько я помню, нет представительства. Если есть такое желание, можете написать мне или Павлу Шавскому. Будем сотрудничать, вполне вероятно, что сможем его открыть. Сейчас, конечно, в пандемии сложнее все. Но, кстати говоря, наверное, видели то, что у нас в субботу прошло открытие национального представительства в Индонезии. Причем мы впервые это сделали с помощью онлайн-формата. И будем смотреть, как это получится. Если все пройдет как задумано, то продолжим открывать национальные представительства методом онлайн. Ну, а что делать? Как говорится, мир меняется на глазах. Мы не можем просто ждать. Нам нужно двигаться вперед, что мы, в общем-то, и делаем. Я думаю, вы здесь нас поддержите. Ну что, друзья, я думаю, что на сегодня все. Вопросов больше нет. Большое вам спасибо за то, что вы на сегодняшнем вебинаре присутствовали. Следующая трансляция у нас должна быть завтра. Но, вероятнее всего, завтра вебинара не будет с моим участием. Перенесем мы тут через недельку этот вопрос. Но в четверг, как обычно, экспертное время. Приходите. Будет много информации о продвижении проекта. Ну, а я на сегодня всем говорю пока и увидимся через неделю во вторник.